Первое, что понятие, которое нужно ввести, это необходимая оборона. То есть если на вас человек нападает с ножом, а у вас голые руки, вы вправе, так сказать, защищаться. Это первое, право вам данное закона, 36-й статьей УК, вы вправе защищаться. Каким образом защищаться? Вот горабеж. То есть вы говорите, отдайте сумочку, не отдам им вас ножом, бах! Пока вы сумочки его будете доставать, вас уже убьют. То есть здесь требуется умение действовать в этой обстановке. Поэтому я говорю, что самый лучший вариант это газ. Почему? Потом газ смешанный. То есть, например, слезоточивый и раздражительный. Ну, например, раздражительный. То есть почему? Дело в том, что на пьяных слеза может и не действовать. А вот раздражение действует. Перец там, еще какие-то вещи сильно действует. Вот даже, знаете, когда человек кушает в ресторане, ему переперчили, он даже пьяный сидит, говорит, господи, что у вас за еда здесь? То есть пьяный человек, он даже на вкус перец ощущает. А вот слеза может и не сработать на пьяном человеке. Точнее, она может сработать, но не так, как бы вам хотелось. Поэтому газ желательно иметь смешание. Есть такие виды газов, они разрешены, продаются в магазине. Вон, пистолеты Блиц. Блиц там 300 гривен стоит. И такой пистолет себе даже студент может позволить. Пистолет, где газовый баллончик вставлен, есть прямое, есть распыление. То есть линия распыления, то есть струя распыления. Поэтому я думаю, что газ самый эффективный момент. То есть задача какая? Носить его в легко доступном месте. Он не весит, он пластиковый, практически ничего не весит. Достать, выстрелить в район головы и бежать оттуда, с этого места. Причина банальная, по причине того, что ничего лучшего в этой ситуации вы сделать не сможете. Но нападавших может оказаться и два, и три, и четыре. И хорошо, что если они стоят во фронт, а не окружили вас, не зажали где-то в углу. Ну, достали его пистолет, одну брызнули, вторую у вас забрал пистолет, как бы, и вас вообще калекой оставят в этой ситуации. Потом нужно смотреть по ситуации. Опять же, нужна какая-то тактика. Человек среди статистически никакой тактикой не обладает, он больше скажу, он даже об этих вещах не помышляет. Я бы рекомендовал человеку купить свисток судейский, который истерически вопит. Чем сильнее истеричнее он вопит, этот свисток, тем, так сказать, пакостнее сама по себе ситуация. Поэтому звук действует на человека, ошеломляющий. И вы можете дунуть свисток, и люди просто разбегутся в разные стороны. Потому что у них всегда ассоциация существует, что если это свисток, сейчас появится полиция. Да, а им не надо, чтобы появилась полиция. То есть это вот, что касается грабителей и прочих, как бы, негодяев. Продолжение следует...